Добрый день! Осень окрашивает наши сады в очень яркие, насыщенные краски. И одними из таких растений, которые осенью становятся безумно красивыми, являются декоративные злаки. И сегодня мы с вами немножко о них поговорим. Что нам важно знать о злаках? Первый момент. То, что они делятся на две группы. Холодорастущие и теплорастущие злаки. Холодорастущие те, которые начинают свою вегетацию при температуре близкой к нулю. Соответственно, теплорастущие злаки, это те, которые начинают свою вегетацию при более высоких температурах к 20, плюс 20. В нашем саду довольно большое количество и разнообразие декоративных злаков, про которые я вам сегодня немножечко и расскажу. Первое, с чего мы начнем с этого безумно красивого растения, это пенисетум. Растения относятся к группе теплорастущие злаки. Очень поздно просыпаются весной. И это надо учитывать при своих посадках. Но они отличаются тем, что осенью они становятся безумно красивые и держат эту декоративность очень долго. Посмотрите, какие шикарные, потрясающие у них хвостики. Его по-другому так и называют пенисетум лесохвостый, потому что такие колоски, хвостики пушистые, красивые и создают легкость в саду, которую часто нам очень хочется видеть. Следующий наш злак это щучка дернистая, сорт тардифлора. Это растение еще часто называется растение дымка, потому что посмотрите, какую легкую дымку, золотистую, она создает. Это растение мы относим к группе холодорастущий злак. Она довольно рано просыпается, очень устойчивая, морозоустойчивая, структурная. Цветение у нее, вот эта дымка, начинается уже где-то в середине лета. И создает вот эту акцентную группу на протяжении долгого периода. На зиму тут по желанию можем срезать, а можем не срезать, оставлять декоративную на весь зимний период. Злаки в саду любим именно за то, что они довольно устойчивые и структурные. И вот сейчас хочу вам показать, рассказать о самом структурном растении из серии злаков. Это вейники. В данном случае у нас представлен вейник остроцветковый, сорт Карл Форстер. Это крупный по габаритам, по габитусу, по высоте. Он может достигать до двух метров. И хороший вариант, если как здесь нам надо решение было прикрыть забор. Но расстояние у нас не позволяло высаживать крупногабаритные древесные растения. Поэтому мы пришли к решению высадить здесь небольшую изгородь из вейника, из лаков. Растение устойчивое. На зиму мы его не срезаем, а оставляем в таком состоянии. Он довольно снегоустойчивый. Снег его не ломает. И вот в таком состоянии он стоит практически всю зиму. А уже ранней весной, в апреле месяце, мы срезаем его довольно коротко. И по сути омолаживаем его. В этом еще одна особенность злаков заключается. Желательно на зиму их не срезать, потому что когда соломина пустая, сухая, туда попадает вода. И злаки боятся вымокания. А таким способом, когда мы обрезаем, мы провоцируем на то, чтобы вода в них собиралась. Поэтому по сути это является еще одним хорошим приемом для защиты растения от вымокания. Но в принципе веники довольно устойчивые растения и любят влагу. И поэтому мы их выбираем для тех мест, где довольно влажные участки. Еще один злак декоративный, на который хочу обратить внимание, для участков, где довольно влажные грунты, это осака пальмолисная. Посмотрите, пожалуйста, какое у нее интересное ветвление листвы. Действительно чем-то напоминает небольшую пальмочку. Довольно, посмотрите, плотный куст. Опять же, довольно устойчивое растение. Посмотрите, какая куртина плотная, пышная. Очень интересный цвет у нее, такой ярко-салатовый. И за что еще люблю это растение? За то, что у него есть, конечно, злаки мы больше всего любим за их цветение. Вот эти интересные плотные колостки. И самый важный момент. Все злаки, про которые я сегодня вам рассказываю, это не агрессивные растения. Они не ползут. Они занимают только то пространство, которое отведено под них. У каждого растения есть гапитус куста, который он занимает. Поэтому вот эти растения, как многие, чтобы не боялись, они не агрессивны. Не будут у вас выстреливать в разных местах и засорять ваш сад. Интересное растение проса. Проса относится к группе теплорастущие злаки. Она довольно поздно просыпается в саду, но это не значит, что мы на него не должны обращать внимание. Посмотрите, довольно крупное, высокое растение. Это сорт проса шинандуа. Его еще отличительная особенность, что чуть-чуть попозже оно начнет краснеть. Листва начнет приобретать красноватый оттенок. Но посмотрите, какая легкость, какая воздушность, какие интересные колоски у него. И опять же, это растение можем отнести к растению дымку, потому что вот эта легкая ее подвижная, не статичная, а именно динамичная структура в саду очень хорошо держит саму форму сада и дает нам вот эту динамику, движение в саду. За что, по сути, мы тоже очень сильно любим злаки, что они дают вот эту динамичность, динамику в саду. А вот этот злак у нас является вечно зеленым. Он так и называется, овсец вечно зеленый. Это довольно низкое растение, бордюрное, вот как у нас и представлено вдоль дорожки. Он имеет сизоватый, голубовато-сизоватый окрас листвы. Довольно, опять же, структурен. А так как вечно зеленый, соответственно, в бесснежные зимы хорошо держит структуру сада и цвет в саду дают. Вот за это я люблю это растение. Краски в саду, опять же, не только могут быть зелеными, золотистыми, но и голубыми, сизыми. А так как я безумно люблю контейнерное зеленение и применять в них многолетние растения, хочу предложить вам интересный вариант применения злаков для контейнерных озеленения. В данном случае у нас представлена щучка дернистая, сорт Палау. Это карликовый сорт. Здесь у нас, смотрите, бетонная большая такая катка. Растение, видите, не вымокает, не вымерзает. Продолжительный период декоративно. Посмотрите, какая красивая воздушная шапка у нее. И наш цветник на входе под окном декоративен практически весь сезон. Поэтому, пожалуйста, применяйте такую идею для контейнерного озеленения. Я сегодня вам показала лишь малую часть разнообразия злаков в саду. Надеюсь, вам они понравились. Изучайте, применяйте их в своих садах. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки и ждите следующего сюжета. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok